Всем привет! Если вы любите сериалы, то наверняка знаете о том, что оригинальный звук часто отличается от перевода. Ну просто потому, что не все можно перевести корректно на русский язык. Поэтому то, что будет понятно в английском, не всегда будет понятно на русском. В этом видео расскажу, как учить английский по сериалам и почему это эффективно. На примере трех топовых сериалов Netflix. Если ты любишь оригинальные версии, учишь английский и пытаешься в нем разобраться еще больше, то это видео специально для тебя. После просмотра этого видео ты перестанешь бояться смотреть что-либо на английском. А еще поймешь, как можно смотреть сериалы в оригинале без ущерба себе. Ну, например, ты не очень хорошо знаешь английский, а тебе сразу хочется и получить удовольствие, и понимать, о чем речь. И обязательно досмотрите до конца, потому что там мы разберем один из самых крутых сериалов современности. Там крутые актеры и потрясающий саундтрек. Заговорить на английском очень просто. Прямо сейчас записывайся на бесплатный вводный урок онлайн-школы английского English. Ссылка находится в описании под этим видео. Занятия проходят каждый день по 15 минут. Это весело, интересно, эффективно и продуктивно. И при записи прямо сейчас два бесплатных урока в подарок. Напомню, что на нашем канале прямо сейчас проходит конкурс. Условия очень простые. Подписка на наш канал и как можно больше комментариев под каждым видео. Мы разыгрываем курс «Заговори на английском» за два месяца пакет Optimal. В конце этого месяца мы выберем как минимум троих победителей, чьих комментариев окажется больше. Но если и комментирующих будет больше, комментариев тоже будет больше, соответственно и призов будет больше. Итак, сегодня разберем три популярных сериала Netflix, продолжения которых ждут больше всего на свете. И поэтому, если они тебе понравятся, в чем я уверен практически на 100%, то у тебя есть возможность как раз подготовиться к просмотру новых свеженьких сезонов, пересмотрев все остальные. К тому же, пока мы все зреем до просмотра новых сезонов, можно попрактиковаться в английском, так что польза во всем. И первый, о котором мы сегодня поговорим, вот этот. Если вы узнали этот сериал, сразу же ставьте лайк. Он называется «I'm not okay with this». Эту девушку зовут Сидни, она живет в небольшом городке в Америке, и у нее есть младший брат, есть мама, отца у нее нет. Потому что, как рассказывает фильм, he hang up himself. К тому же, она ведет дневник, в который записывает все свои эмоции и переживания. Вот, например, такие. Сложные отношения с матерью объясняются тем, что они никогда не разговаривали о смерти отца и почему он повесился. Что-то тут нечисто. И в частых порывах эмоций Сид может сделать вот такое. И вдруг сзади рушится стена. На самом деле, очень клевый сериал, потому что он о подростках, и в нем очень много вот этого подросткового молодежного сленга, который нам тоже будет очень полезен. Но еще больший плюс в том, что подростки взрослеют, они разговаривают со взрослыми, со всем внешним миром, и от этого их язык тоже меняется. Ну и к тому же фраза типа «What the hell is wrong with me?» – это довольно расхожее выражение, когда ты пытаешься объяснить, что не знаешь, что с тобой происходит. Эмоциональность этой фразы, естественно, может меняться в зависимости от того, какое слово ты поставишь вместо «the hell». В данном примере, какого черта со мной происходит? I'm boiling inside. Я закипаю изнутри. Тоже хорошая фраза для запоминания, но просто потому, что иногда ты не знаешь, как ответить на вопрос «What's wrong with you?». То есть, что с тобой происходит? И вместо обычного выражения «I don't know» можно сказать вот что-то типа такого. I'm boiling inside. Фраза «Calm down» довольно простая и известная «Так тебе говорят, или ты сам себе говоришь, когда нужно немножечко успокоиться». Pull it together – еще одно хорошее выражение в случае, если надо сказать «Возьми себя в руки». А еще в этом сериале очень много всего того, что переживают подростки, и поэтому посмотреть на это под таким углом зрения всегда полезно. Итак, Сидни – девушка, которая очень много переживает, ревнует, и таким образом она проявляет симпатию к своему другу, вот к этому Стэнли. Такой кудрявый, довольно забавный персонаж, который вносит в сериал немножко комедии. А еще вам на руке «with this» очень много той классной американской эстетики. Небольшая стилизация под 80-е, и много различных тем о взаимоотношениях между одноклассниками, между родителями и детьми. Если вы, как и я, застали эпоху VHS, то ставьте лайк под этим видео и подписывайтесь на наш канал. Помимо всего этого, в сериале очень клево подобрана музыка, то есть саундтрек просто блестящий. И она создает вот это погружение на 100%. И к тому же нас ждет бомбический второй сезон, потому что первый сезон закончился довольно неожиданно для всех. Все-таки не зря же Сид в самом начале этого сериала бежала по улице с окровавленным лицом. Так вот, лайфхак, как обещал, как смотреть без ущерба себе в оригинале. В начале можно включить все это дело на русском языке и посмотреть весь сезон целиком на русском. Там всего 7 серий, сезон небольшой. И затем, зная уже все детали, посмотреть сериал в оригинале, включив при этом субтитры на русском языке. Потом можно русский язык заменить субтитрами на английском языке и впоследствии и от них отказаться. Это всегда поможет в изучении и понимании, так что рекомендую сериал и смотрите его в оригинале. Вам понравится. Сериал номер 2, который тоже ждет своего продолжения и который тоже стоит посмотреть в оригинале, это «Половое воспитание». Другими словами, «Секс-эдюкэйшн». Говорят, что любой разговор лучше всего начинает с шутки. Как видно, не всегда. Есть главный герой Отис Милберн, подросток. Есть его мама Джин Милберн, сексолог. И остальные учащиеся школы. Вокруг всего этого и происходит история сериала. Если не видели, вкратце, учащиеся тоже подростки, и поэтому все для них в новинку. И таким образом они познают all aspects of sexuality. Эту фразу очень легко перевести самому. А вот еще некоторые темы, о которых просвещает сериал. Sexual identity, то есть сексуальная идентичность. Adolescent sexuality, this is a stage of human development. То есть это определенная стадия развития человека, когда мы говорим о подростковой сексуальности. Teenage pregnancy, also known as adolescent pregnancy. То есть подростковая беременность. Risky sexual behavior, то есть рискованное сексуальное поведение. Все это и многое другое тоже обсуждается в сериале. Довольно провокационные темы, и кто-то может даже подумать, господи, что несет это американское общество в массы. Так можно сказать и про все американское искусство в целом. Типа, ты зачем оно вообще тогда нужно-то нам? Но все же искусство это отражение нашей реальности, это отражение нас и нашей жизни. Поэтому здесь это все-таки больше попытка понять, что происходит с нами, со всеми, с этим миром и что с этим делать. Заметьте, у главного героя Отиса, его матери, которую играет Джиллиан Андерсон, прекрасная актриса, ставьте лайк за это. У них британское произношение. Все дело в том, что сериал сам британский. Британский акцент имеет свои характерные особенности. И если вы учите британский английский или, наоборот, хотите понимать британский акцент гораздо лучше, этот сериал для вас. Так что это еще один плюс для того, чтобы смотреть Sex Education в оригинале. Еще один сериал, в котором все очень красиво сделано, визуально, технически. Там прекрасно играют актеры. Наконец, там потрясающий саундтрек, то есть музыка восхитительная. Хорошо проработаны персонажи, и мы сейчас не говорим про моральную сторону дела. Это, скорее, концентрированное отражение общества. В Америке и в Британии очень распространены школьные балы. То есть это такие вечера, на которых ученики школы собираются для того, чтобы отметить окончание учебы. Например, это может выглядеть так. Отис удивительным образом становится психо- и секс-терапевтом для большинства учеников этой школы. Его еще называют Sex Kid. Хотя у него и самого есть проблемы в плане общения, ну и даже знакомства с девушками. Он довольно стеснительный парень, но благодаря такому превращению в консультанта, он и раскрепощает самого себя. К тому же, помимо большого количества комедийных эпизодов, там есть место серьезным темам и драме. Драма о тонкостях любви. И к тому же, там можно услышать очень хорошие фразы. То есть он какой-то странный паренек, который все время следит за мной. Follow around. Следить, преследовать. Хорошие слова, которые, я уверен, многих тронут. Иногда люди, которых мы любим, не всегда отвечают нам взаимностью. People don't like us back. Если дословно, то люди обратно нас не любят. Но здесь, в контексте этого, можно перевести как «они не отвечают нам взаимностью», на нашу любовь. Someone doesn't feel the same way about you. То есть кто-то не чувствует того же, что и ты. Вот эта форма to feel the same way, то есть чувствовать то же самое, очень популярное и расхожее выражение. I know what it's like when someone doesn't feel the same way about you. Ну а чтобы узнать, чем закончилась вся эта история, смотри Sex Education. Там два сезона и скоро ждем третий. Ну и, наконец, тот самый сериал. Stranger Things. Другими словами, очень странные дела. Если вы любите эстетику 80-х, если вы фанаты крутейшей музыки, вот этой мистической атмосферы, если вы любите фантастику, местами даже ужасы, то этот сериал для вас. Очень хороший сюжет. Три сезона, и мы вскоре ждем четвертый. И пока непонятно, когда же он все-таки выйдет, но то, что герои предстанут перед нами повзрослевшими, это абсолютно точно. Вообще они взрослеют от сезона к сезону. Итак, 80-е. Довольно странное время, какие-то военные разработки, бесконечная гонка вооружений, очень прикольная музыка и непередаваемая атмосфера. Об этом как раз этот сериал. Сегодня мы много об этом. И если вы хотите узнать, какая музыка была в тренде в 80-е, обязательно посмотрите «Очень странные дела». А еще посмотрите наше видео, в котором мы сравнивали музыку различных десятилетий. Посмотрите и поставьте лайк. Это сленг, его можно перевести «Смотри, как идет» или «Смотри, кто пошел». Или в данном контексте «Да ты только посмотри» или «Зацени». Так вернее всего будет перевести. Вспоминай лайфхак, которым я делился в предыдущих наших видео. Далеко не уходи от контекста и переводи так, чтобы это звучало как можно лучше на русском языке. Итак, в центре сюжета несколько детей, которые дружат между собой и пытаются отчаянно разобраться в очень странных делах, которые творятся в маленьком их городишке, который находится в штате Индиана. Чтобы не спойлерить, просто посмотрите. От сезона к сезону мистики в сериале становится еще больше. Одна из главных героинь сериала – девочка, обладающая телекинезом. Она сбегает из секретной лаборатории, знакомится с ребятами, представляется как Eleven. Ребята коротко называют ее Elle. В общем, она тоже взрослеет и, по мере своего взросления, открывает в себе все большие таинственные способности. Поверьте, она может еще и не такое. А еще героев связывают теплые романтические отношения. Взрослые признания от еще юных людей – это действительно здорово. Тут есть интересные фразы, типа На этом интересном месте мы прервем их беседу. Просто посмотрите этот сериал в оригинале. Вы нигде лучше не услышите их эмоции, интонации, характер. В английском языке очень важны интонации, как, в принципе, и в любом другом, потому что они несут всю суть. Другими словами, интонациями можно просто передать половину всех смыслов. Четвертый сезон «Лично я жду с большим нетерпением». Отдельное место занимает в сериале «Музыка». Это потрясающий саундтрек, его можно просто даже найти отдельно и послушать. Но лучше всего совмещать все это дело с картинкой. Спасибо, что посмотрели. Подписывайтесь на наш канал. Также ищите нас в TikTok под названием English. Там тоже много всего интересного. Спасибо за просмотр, thanks for watching and see you next time. Bye-bye.